Всем привет! С вами снова Виктор Балет. Сегодняшний ролик называется «Включай разум» или «Включай мозги, когда видишь беду». Хочу вам рассказать об одной истории, которая случилась со мной в Киргизии, в Пржевальске, когда я еще жил, до того, как он начал называться Караколом. В общем, история была такая, что когда я работал в туризме, меня вызвал шеф к себе, и в его кабинете сидел наш снабженец, человек, который снабжал различными грузами или перевозками занимался, различных грузов, у него было 5 детей, это был Киргиз, и он сидел и плакал. И я сначала не понял, в чем дело, почему, как, что это происходит. Ну, в общем, сказал он, что нужно доставить груз из Каракола в Ош, нужно вот так прокататься, да, то есть это довольно-таки далекое расстояние, если вы видите вся Иссык-Кульская область, Иссык-Куль такой огромный, и нужно было через Бишкек в Ош доставить груз, и это через горные перевалы. А горы там, Тянь-Шань, до 7000 метров, я, конечно, об этом даже и не подозревал, потому что я вырос в Казахстане, в степи Каражал, Караганда, сами знаете, это степи, а в Киргизии я в основном в Пржевальске, в Караколе жил, а по таким горам я особо так и не ездил никогда в жизни, да. Это был первый раз в жизни, когда меня попросили доставить груз с Пржевальска через Бишкек в Ош. Я согласился, даже без задней мысли, ничего не подумав плохого, хотя я уже из Иссык-Кульской области объездил, да, вокруг Иссыкуля были управления различные мои, участки находились, я был главным инженером котельного хозяйства, и нужно было, шеф говорит, вот проедь в Ош, вот сюда, в Ош, здесь, да, отдашь груз, и потом можешь ворачиваться обратно с этим же водителем. Это была большая машина, по-моему, наподобие или МАЗ, или КАМАЗ, сейчас точно не помню, ну, такая мощная машина с мощными колесами, потому что это было уже ближе к зиме, да, это было уже действительно и гололед был, и все на свете, и тяжелые условия были, нужно было ехать, я согласился. И мы поехали, да, поехали, поехали, все было нормально, все хорошо, пока вдоль Иссыкуля, потом перешли в перевалы, и вот вы видите расстояние, какое было, в основном здесь горные от Бишкека до Аша, это горные перевалы, и, конечно, здесь началось такое, что я себе даже не мог представить в страшном сне, и вот я об этом как раз и хотел бы с вами сегодня поделиться. И вот так назначенный день, мы выехали вместе с своим водителем, он был примерно лет 40, возраст такой у него, мне было всего где-то 24, 25, 26 лет, до 30, в молодом возрасте, еще особо так не знал жизни, ну, немножко знал, конечно, но, что там говорить, 24 или 25, 26 лет, человек еще молодой, он еще толком не соображает, что ожидает его впереди, значит, мы поехали, все нормально, все хорошо, очень долго разговаривали с водителем, потому что мы добирались трое суток, да, три дня и три ночи ехали, можете себе представить, три дня и три ночи в машине, в грузовике, и по бокам мы наблюдали за природой, то там как было, конечно, дороги были ужасные, не такие, как здесь на западе, и даже не такие, как в сторону Бишкека, там были ограждения по сторонам, здесь же всего этого не было, над нами висели огромные скалы, огромные пропасти, дороги были скользкие, потому что особо они там не убирались никем, гололед был, снег был, был вот эти снежные различные лавины, потом приходилось все это буксовать, ну, естественно, я начал его расспрашивать, сколько лет он работает уже водителем, сколько он, опыт, какой у него опыт большой есть, езды по перевалам, по различным горам, ну, он мне рассказал, да, что у него уже приличный опыт к тому времени было, наверное, лет 15-20, он уже в горах ездил и начал мне рассказывать, что там он видел, да, какие ужасные аварии были и происходили, и также по дороге мы пока ехали, несколько таких аварий я сам лично видел, когда внизу в пропасти валялись остатки каких-то машин грузовых или груза, потому что это сразу невозможно было поднять в горах, да, вот можете представить себе, если пропасть там 200, 300, 400 метров и туда все это свалится, оно там и лежит долго, да, невозможно его просто так вытащить или спасти, в общем, были такие три дня, когда я уже толком не мог ни есть, ни спать, я только переживал за свою семью, за своих детей, потому что я уже пожалел тысячу раз, что я высказался ехать в это путешествие, и я понял, почему в кабинете у шефа мой коллега Кыргыз, снабженец, сидел и плакал, я знал, что у него пять детей, и, конечно же, он в такое путешествие собираться совсем-совсем не хотел, ему уже было, наверное, лет 50 или за 50 такой уже пожилой, ну как пожилой, по моим меркам сейчас это нормально, но в то время он мне казался уже пожилой мужчина и пять детей, и он сидел и плакал прям по-настоящему, мужчина сидит и плачет, да, почему он так плакал, и шеф мне не объяснил, он просто сказал, садись, езжай, прокатишься здесь трое суток, туда, трое суток обратно, командировочный хорошо заплатит, ну зарплаты у нас и так были очень хорошие, там мы в горах и с туристами, да, то есть наше управление, у нас зарплата была одна из самых лучших в городе, и потом всякие различные дополнительные доходы у нас там были, мы занимались и коммерцией и прочими делами, то есть можете себе представить, как три дня подряд вам водитель рассказывает ужас, ужастики различные, ужасные такие несчастные аварии, случаи, как его коллеги погибли где-то что-то, и я, конечно, у меня, у меня спазм был такой в желудке прям, ты не можешь остановить это, эту, как сказать, это свою поездку, раз выехали, значит теперь за тобой еще груз целый, огромный полный грузовиков у нас товара было, причем западного товара, такого коммерция, коммерция связанного, это нужно было все довести, и я прекрасно знал, что если я это не довезу, а там на несколько десятков тысяч был груз, то мне потом мало не покажется, то есть меня шеф мог спокойненько уволить, а работа я дорожил, это была очень хорошая, классная работа у меня, ну в общем такие смешанные чувства, когда нужно было как-то и разум мой включился, потому что психика моя включилась, и разум как бы мне подсказывал, что что-то здесь не то, что-то ты вляпался не в ту историю, и тебе как бы это совсем не нужно было, и ведь я мог бы в кабинете у шефа просто-напросто отказаться и никуда не поехать, это можно было очень просто сделать, это не моя работа была, я в основном занимался рекламой, коммерцией с туристами, ну в общем совсем другие у меня были обязанности, не были обязанности, например, довозить груз от точки А в точку Б, я не был совсем снабженцем, был как менеджером, можно сказать. Вот таким вот образом, то есть функции моего разума, мой мозг, он начал анализировать, что произошло, почему шеф тебя послал, другие не хотели, ты захотел, ты высказался, согласился, ладно, что теперь дальше делать, теперь надо как-то выруливать эту обстановку, я начал ориентироваться на местности, начал спрашивать водителя, как он ездит, что он ездит, сколько у него опыта, сможем ли мы вообще доехать, и он мне сам всегда говорил, ну это невозможно знать, то есть представляете, человек едет за рулем, и он действительно говорит, я не знаю, мы доедем и не доедем, потому что в горах случается всякое, то есть ты едешь в автобусе, в автобусе, в автобусе, кстати, тоже авария часто происходила, в горах, но ты едешь в грузовике, и ты вообще не знаешь, что с тобой будет через полчаса, либо лавина какая-то садит, либо какие-то камни там грохнутся со скал, либо гололед тебя просто снесет, да, куда-нибудь выкинет, либо машина забуксует, либо еще что-то, в общем, тысячи различных вариантов были, потом мои убеждения такие подшатнулись, да, то есть я понял, что жизнь, она очень быстро может закончиться, одно неправильно принятое решение, и жизнь может твоя очень быстро закончиться, и это со мной как раз и произошло, то есть было со мной принято какое-то не совсем правильное решение, я согласился на эту авантюру, можно сказать, вот сейчас я, глядя на все это назад, говорю, что это 100% была авантюра, что не зная брода, я сунулся в воду, и это могло для меня очень плохо кончиться, ну, я начал как-то контролировать свои чувства, эмоции, стал обращаться к Богу, да, молиться, просить Его о помощи, чтобы как-то добраться хотя бы в одну точку туда, в Воша, там уже что-то придумать, может быть, назад уже не поехать, но самое главное доехать, сдать груз, то есть это у меня была такая задача номер один, как-то спасти свою жизнь, но жизнь моя была в руках водителя и в руках Бога, то есть я сам никак не мог контролировать свою жизнь в данной ситуации. Цель была поставлена, значит, разум был включен, интеллект был включен, я всегда спрашивал его водителя, как вот если машину будет туда-сюда заносить, что делать, куда прыгать, куда не прыгать, потому что нужно вовремя, да, если ты чувствуешь, что машина стала неуправляемая, нужно вовремя покинуть ее, да, нужно вовремя выпрыгнуть из машины, но опять же надо знать, в какую сторону прыгать, потому что у нас как-то один водитель выпрыгнул тоже из нашего управления, а получилось так, что машина потом колесом на него начала сваливаться, ну и потом он там погиб, да, естественно, весь груз, вся машина, она, он выпрыгнул не в ту сторону, вот машина, например, сваливается, скажем, в левую часть по наклону в горах, а вы туда же и прыгаете, естественно, вас там снесет, вам нужно тогда правую сторону выпрыгнуть, чтобы машина уже полетит в левую сторону вниз, а вы окажетесь на правой стороне, нужно через правую дверь выскакивать и так далее, и тому подобное, есть такие различные приемы, как себя сохранить в такой ситуации, это везде так есть, и в самолетах, и в поездах, и в автомобилях, поэтому нужно всегда анализировать, если уж попал в какую-то ситуацию, тебе разум должен подсказать, как теперь действовать, что действует, эти связи, да, нужно обдумать, потом, что еще необходимо, необходимо контролировать свои чувства, не поддаваться никогда панике, потому что паника это самое последнее, нужно проанализировать, что с тобой происходит, кто с тобой рядом, к чему может это привести, и тогда это все помогает, уже готовишься, конечно, к плохому, ясно дело, но разум как бы тебе подсказывает, что подобные ситуации были и раньше в жизни, как-то выкарабкивался, и в данной ситуации ты надеешься на то, что выкарабкаешься. Да, это тяжелая такая ситуация, я никому это не пожелаю, врагу даже не пожелаю, и поэтому для вас очень важно, как я уже сказал, включай разум или включай мозги, когда ты видишь беду. Ну, потом мы добрались до Аша потихонечку, через три дня и три ночи, я потом сдал груз, был уже полностью готовенький такой, как немцы говорят, фикс-он-фертих, то есть, ну, все уже как посаженная батарейка, никаких эмоций, никаких чувств. Когда я вышел из машины, да, когда вот в городе уже остановились, я понял, что мы доехали, слава богу, да, как и слова Аллаху, и потом я уже сдал груз, все нормально, документы подписали, все хорошо, и я сказал сам себе внутри, я ни за какие деньги, ни за какие, ни под какие угрозы не поеду обратно через все эти перевалы, да. Водителю я сказал, мне плохо, я пойду в больницу, я пошел в больницу, поговорил с этим, с врачом, он сказал, ну да, вот нежелательно тебе обратно, теперь такой стресс иметь, да, три дня опять, и он говорит, поговори тогда с шефом, позвони ему, скажи, вот так и так, груз доставлен, что делать, я не могу уехать обратно, я заболел, приболел, был врача, взял документы у врача, что я на обследовании был, это очень важно, чтобы потом шеф не уволил или там не наезжал на меня, обратился к местным бизнесменам, я как-то еще даже ни деньги с собой не взял, как-то поехал вообще, думал, такая небольшая прогулка, да, вообще как-то удивительно, сейчас вспоминаю, как-то все это было немножко так абсурдно, глупо, и вообще очень похоже на какую-то авантюру, да, вот это путешествие, не путешествие, как командировка, так это называется правильно, потому что это было так, от фирмы, ну я просто обратился к ним, говорю, у меня нет ни прав, ни документов, ничего, они говорят, ладно, не переживай, мы твоего шефа знаем, а он такой крутой был там в тех районах, там его знали и по всем близким соседним республикам, они говорят, мы посадим тебя на самолет, и через там два часа или два с половиной часа ты будешь уже в своем любимом Пржевальске, Караколе, и потом уже будешь дома, и весь этот кошмар, весь ужас для тебя закончится. Ну так и случилось, они меня отвезли в аэропорт, посадили в самолет, по-моему даже это какой-то грузовой самолет был, я там с летчиком, два летчика было, и я, и так, я что-то не помню, никого не было, да, это не был пассажирский самолет, это был какой-то коммерческий, опять же, коммерческий самолет, и, короче, мы долетели, я спустился на землю самолета, опять поблагодарил Бога, что я опять долетел до точки, до точки, до своей цели, целым и невредимым, и сказал, никогда в жизни я не буду принимать таких быстрых решений, необдуманных, которые могут стоить тебе и мне жизни, поэтому обращаюсь к тебе еще раз, включай мозги и разум, когда видишь беду, и дай Бог тебе этих бед поменьше на твоем жизненном пути, всего тебе доброго, будь доброго, пожалуйста, подпишись, если тебе понравилось это видео и другие видео мои, ну а тебе и твоей семье я желаю мира, любви, самое главное здоровья, никогда не падать духом, включать разум и анализировать ту ситуацию, в которой ты сегодня находишься, так, до следующих видео, пока-пока.